Известно, что таинственных и необъяснимых явлений много, начиная от летающих объектов, а также ясновидения полтергейстов, призраков и различных вариантах общения с потусторонним миром. Все знают, что эти явления сопровождали человека на всем пути его истории. Казалось бы, в этом ряду неопознанного уже ничего прибавиться не может. Однако с развитием техники появилось еще одно странное явление. Контакта с умершими не при помощи медиума или посредством визуальных встреч с поведениями, а с использованием электронного оборудования. Голоса бестелесных существ были не только услышаны, но и записаны. Феномен электронных голосов под таким названием известны это явление, и появилось оно вместе с радио на протяжении нескольких десятилетий проводится исследование по изучению этого малоизвестного феномена. Еще в 19 веке ученые начали подумывать, хотя и не очень серьезно, об идее разговора с духами умерших посредством электроники. Известный изобретатель Томас Эдисон предложил такой аппарат. Ему не удалось довести его до совершенства, но сторонники этой идеи заявили, что у них это получилось. Одним из них был продюсер из Швеции Фридрих Юргенсен. Все началось в 1959 году. Тем летом Юргенсен находился рядом со своим загородным домом, куда он отправился записывать пение птиц. Когда он впоследствии прослушал воспроизведение, его удивило, что были слышны не только голоса птиц, но и еще чьи-то голоса, обсуждающие птичье пение. Он был абсолютно уверен, что во время записи никого рядом не было, но подумал, несмотря на совпадение темы разговора, что его персональный магнитофон каким-то образом поймал радиопередачу. Юргенсен повторил свою процедуру еще раз и снова услышал голоса. Только на этот раз голоса обращались лично к нему и утверждали, что являются его умершими друзьями и родственниками. Естественно, его это шокировало. Это побудило Юргенсена провести другие опыты. В 1964 году он опубликовал их результаты в книге, заглавленной «Голоса из Вселенной». Неудивительно, но книга привлекла огромное внимание по всей Европе, включая некоторых либеральных ученых, захотевших подвергнуть заявление Юргенсена тщательной проверке. Профессор Ганс Бендер, немецкий психолог и директор государственной лаборатории при университете Фрайбурга и доктор Константин Раудевия, бывший профессор психологии в университетах Риги и Упсалы, решили сотрудничать, чтобы проверить заявление Юргенсена. С помощью физика доктора Алекса Шнейдера и инженера-электронщика Теодора Рудольфа они сразу добились поразительного успеха. На магнитной ленте появилось около 100 тысяч необъяснимых голосов, произносящих короткие фразы, которые подчас невозможно было разобрать. В научном отчете, написанном профессором Бендером, говорилось, тщательное изучение явления на более совершенном оборудовании в мае 1970 года позволяет считать, что вполне вероятно, что феномен голосов-призраков существует. Но такое высказывание убедило не всех. Студентом Кембриджа Дэвид Эллис, получая стипендию Пьера Уорика, смог позволить себе воспроизвести изучение явлений электронных голосов в 1970-72 годах. Он сделал вывод, что такой феномен мог быть объяснен наличием очень сильного воображения и заявил, что по крайней мере в шести случаях Раудиви мог записать голоса русских радиостанций. Правда, почему русские радиостанции говорили не по-русски, студент объяснить не мог. А в более поздной статье британский исследователь Джильберт Боннер так прокомментировал работу Дэвида Эллиса. Сам он не попытался записать эти голоса, просто наблюдал методы доктора Раудиви, с которым встречался в Германии. И на этом и других разговоров с исследователями основал свои выводы. Другие критики тоже высказывали опасения, что большинство голосов настолько сложно распознать, что это может быть всего лишь обычный фон, который желание людей превращает в слова и фразы. Опубликовал результаты исследований в книге, права на которую захотел купить британский издатель Колин Смит. Но он не собирался слепо подписываться под изданием, а попросил предоставить свежие объективные доказательства. Следуя инструкциям Раудивиа, Смит сам воспроизвел голосом звуки, который один из коллег по имени Питер Бендер принял за голос своей умершей матери. Получается, люди на самом деле слышат то, что хотят. При финансовой поддержке газеты Daily Mirror были запланированы серии контрольных тестов при участии независимых ученых. Первый опыт был проведен главными инженерами-электронщиками компаний Pile Limited Рэйм Приккетом и Кейтом Отвудом. Приняли меры предосторожности, чтобы не было ни одной радиопомехи и чтобы ничего не прилипло на головки магнитофонов. По крайней мере, ничего ненормального. Все находившиеся в комнате были поражены. За почти 30 минут появилось свыше 200 голосов, 27 из которых можно было четко слышать. Они говорили на разных языках и произносили сложно уловимые фразы почти шепотом. В одной из них якобы узнали голос Уинстона Черчилля, сказавшего «Отметьте это». Впрочем, такая идентификация была, конечно, маловероятной. Еще более удивительным был тот факт, что голоса, казалось, обращались к присутствующим в комнате. Коллин Смит сказал «Мы все были поражены». Факт был очевиден. Голосам неоткуда было появиться, кроме как сверхъестественным путем. Инженеры начинали опыт с сильным скептицизмом, но их мнение сменилось по ходу дела. Дальнейшие исследования проводились в лабораториях Биллинга и Ли, исследователем Питером Хейлом, искушенным в подавлении электрических сигналов, как, например, радиопомех, создающих препятствия для научных экспериментов. Некоторые считают, что это явление может влиять на возникновение странной смеси голосов во время записи феноменов. Впоследствии Хейл так прокомментировал результаты работы. В них есть такие вещи, которые я не могу объяснить нормальными терминами физики. В 1971 году доктор Константин Раудиви опубликовал в Британии книгу под названием «Прорыв», в которой он и описывал все опыты и их результаты. Несомненно, что эти записи на ленту, произведенные независимыми экспертами, были прорывом на фронте парапсихологических исследований. Но на пути стояло еще большее препятствие. Сторонникам гипотезы электронных голосов необходимо было убедить весь неверующий мир. А технологии не стоят на месте. Феномен электронных голосов шагает в ногу с прогрессом записывающего оборудования. С увеличением за последние годы продажи автоответчиков неизмежно что-нибудь в конце концов должно появиться и на этих аппаратах. Бизнесмен из Манчестера Брайан Линн вернулся домой 9 сентября 1995 года и прослушал пленку автоответчика. Среди обычных звонков от друзей и партнеров было что-то, от чего у него мурашки забегали по коже. В 16.42 на пленку был записан голос, который ночью как демонический назвать нельзя. Надо было слышать его, чтобы почувствовать весь ужас. Голос звучал не по-человечески, а из-за искаженности было невозможно установить, что он говорил. Мистер Линн приехал к ученым со своей лентой, которая была изучена на студии звукозаписи. Его прослушивали и с более быстрой скоростью и замедленно. Брайану показалось, что он мог разобрать слова. Фраза звучала так «заставь меня использовать» в середине длинного предложения. Некоторые исследователи уловили, что в начале были слова «я ненавижу тебя». Конечно, первой мыслью у многих может быть предположение, что это была подделка. Но Брайан утверждал, что никто из его друзей или знакомых не мог сделать подобные записи. А даже если это и сделали наобум по первому попавшемуся номеру, то зачем? Никто не ожидает, что с ним сыграют такую шутку. Пленка все еще находится на изучении. В исследовании электронных голосов ниоткуда есть и другие сложности. Необходимо сильно напрягаться, чтобы вообще что-нибудь услышать. Даже если слушателям удается выделить из общего фона и свиста звуки, похожие на голоса. Более чем вероятно, что временами многим лишь кажется, что он слышит послание. На самом деле каждый слышит то, что ожидает или надеется услышать. Форма и порядок слов создаются сознанием, а не воспринимаются слухом. Это скептическое мнение было подтверждено в начале 60-х годов, когда люди по всей Европе пытались определить послание на коротких волнах. Споры эти длились месяцами, но то, что сигналы были словами, признали все. Еще одна история произошла летом 1949 года. Люция была замужем за бывшим британским солдатом, теперь директором офиса. Он спас ее во время разрушения родной Германии и привез в Англию. Однажды ранним вечером разгорелась страшная гроза, и воздух был насыщен электрическими разрядами. Женщина ощутила это, так как была предельно чувствительна к атмосферным переменам. Но она пыталась не замечать этого. Мысли ее были заняты возвращением мужа. Она особенно не удивилась, когда позвонил телефон, может быть муж хотел предупредить об опоздании. Она сняла трубку. Это на самом деле был муж, но голос его звучал очень слабо. Она услышала, как он сказал «Я тебя так люблю». Ее удивил тон, которым эти слова были произнесены. «Где ты?» – спросила Люция. Он ответил голосом, уменьшающимся до полного исчезновения. «Я так далеко отсюда». Через некоторое время кто-то постучал в дверь. На пороге появился полицейский и сообщил, что ее муж погиб. Как раз в то время, когда был осуществлен этот звонок. Эта история несколько выпадает из общего ряда, но и она является доказательством того, что голоса с того света существуют. И им в принципе все равно, по какому телефону звонить. По-настоящему или по-воображаемому. Если они реально существуют, то вполне могут быть записанными на какие-нибудь электронные или магнитные устройства. В любом случае, тайна электронных голосов до сих пор остается нераскрытой. И мы надеемся, что в ближайшем будущем разгадки на этот вопрос найдутся. С вами был Белогор. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал, если вам нравятся мои видео. Оставляйте комментарии, что вы думаете по этому поводу. До встречи в следующих выпусках. До встречи в следующих выпусках.